Здравствуйте! Финансовые новости на телеканале Самара ГИС. Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств расширили еще на 50 наименований. Обновленный список лекарств сформирован по новым правилам. В него включены лекарства только с доказанной клинической эффективностью на основе двухуровневой экспертизы и с широкого круга экспертов, в том числе главных внештатных экспертов Минздрава. Лекарства из списка отличаются от обычных тем, что цены на них регулирует государство путем установки предельных отпускных цен производителей и максимальных оптовых и розничных надбавок. Причем даже для зарубежных поставщиков цены устанавливаются в рублях. К апрелю Министерство промышленности и торговли Российской Федерации подготовит модель системы продовольственных карточек для граждан России, имеющих право на получение различных субсидий. Планируется, что реализовывать карточную систему будут субъекты Российской Федерации. Это будет система поддержки не только населения, но и отечественного сельхозпроизводства. Система подразумевает, что гражданин, имеющий право на федеральную субсидию, может сделать выбор – получить ему денежные средства напрямую или выбрать получение продовольственных карточек. Это называется «почувствуй себя в 90-х». Австрийские курорты потеряли 28% туристов из России. Такие данные приводит статистическое ведомство Австрии. Из-за сокращения туристов из России, несмотря на некоторый рост турпотока из Швейцарии, Великобритании и Польши, общее число забронированных мест в отелях Австрии сократилось на 0,3%. По словам местных принимающих туроператоров, на скорое возвращение российских туристов в стране не рассчитывают. Российский фондовый рынок открылся повышением котировок по отношению к основной торговой сессии пятницы. Индекс ММВБ прибавил до 1772 пунктов. В лидерах роста – акции НМТП, ЭОН Россия, РДР Русала, Распадская и Магнит. В лидерах падения – МИЧЛ, ТГК-1, КАМАЗ, НЛ Россия и МВИДЕО. Открытию российского фондового рынка в зеленой зоне способствовал отскок нефтяных цен, а также позитивная утренняя динамика на площадках Азии. Вопреки прогнозам аналитиков на старте торгов, российские индексы проигнорировали напряжение внутренней, политической и общественной обстановки. Курс доллара на 2 марта – 61,27 рубля. Курс евро – 68,68 копеек. Золото стоит 2373 рубля за грамм. Серебро стоит 33,13 рубля за грамм. Цена нефти марки Brent – 62,49 доллара за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах.